Политтехнолог Борис Тизенгаузен присоединяется к нашему эфиру. Борис, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, почему Путин так часто стал появляться на людях, так часто принимает участие в различного рода саммитах, так часто общается с представителями псевдопрессы, ну, потому что это, понятно, российские пропагандисты, не иначе. Что происходит? Почему вдруг решил так часто выходить из бункера? Я обратил внимание, что кардинально поменялось то, о чем говорит Путин. То есть, если раньше Путин повестку формировал, выходил и говорил, мы там объявляем так называемую спецоперацию, мы, значит, вот это сделаем, мы это, то сейчас он фактически отвечает на запросы общества. То есть в обществе, в российском, назревают там целый ряд вопросов. Сколько будет длиться так называемая вот эта спецоперация, будет ли вторая волна мобилизации. Это пугает россиян. И Путин вынужден лично выходить и отвечать на эти запросы. Хотя я нахожусь в полной уверенности, что Путин давно не нужно вообще ни на какие вопросы россиян отвечать. Потому что, ну, потому что россиянам абсолютно все равно. Путин сделает, может, все, что угодно. Завтра он скажет, что новый закон, нужно там без штанов по улице ходить, и они пойдут. Потому что они же пошли умирать за его идею. Что они еще не могут сделать ради его идеи? Поэтому я считаю, что Путину, это он чисто для себя, наверное, выходит и говорит, да, я, мол, еще не старая, как это, умирающая гиена. Я еще молодой волк, альфа-самец. Я еще ого-го могу выйти и тут вот целые проводить эти пресс-конференции и убеждать самого себя. Вот я уверен, что он в большей степени, говоря, все у нас там идет по плану, значит, никакой воспада экономики нет. Он в большей степени сам себя убеждает в этом. Потому что россиян ему уже давно ни в чем убеждать не нужно. Борисович, очень часто мы видим, слышим в заявлениях из Кремля откровенную манипуляцию. И, наверное, по этим фейкам, которые озвучивает Москва, можно проследить настроение, либо же состояние, истинное состояние дел. Вы такую тенденцию не отслеживаете? Я отслеживаю, но, смотрите, у них же есть разная пропаганда. Есть пропаганда защитная, когда им нужно отработать определенные тезисы, рассказать, что все идет по плану, что они там побеждают, что отступление это, значит, почти что наступление и так далее. А есть пропаганда бронзбойт, на это так называемый, как ее американцы называют, российскую пропаганду. Это когда у тебя задача просто включить бронзбойт и наваливать столько вот смеси лжи, полуправды и какого-то эмоционального, значит, контента, который абсолютно не способствует развитию критического мышления, что вот оно в такой смеси, в таком количестве, оно просто-напросто ты даже не успеваешь понять, где правда, где неправда. И ровно поэтому они применяют стандартные приемы пропагандистские, такие как 60 на 40, например. 60% правды, 40% лжи. Оно там теряется как-то. Многократное повторение. Это чисто геббельсовские штуки. Вот заметьте, Соловьев каждые 10 минут говорит, неважно, про что, значит, идет речь, он говорит, да, спасибо, хорошо, что там, значит, экономика, но мы же с НАТО воюем. То есть он сует это, мы воюем с НАТО каждые 10 минут. Это один из базовых шести элементов геббельсовской пропаганды, многократное повторение. Поэтому пропаганду они научились клепать довольно неплохо. Просто потому, что они все это время, ну практически все время правления Путина, последние лет 15 так точно, они упражнялись на создании этой пропаганды, на создании альтернативной реальности. И сейчас мы видим, вот приходит какой-нибудь россиянин, даже ко мне в комментарии, и говорит, зачем вы на нас хотели напасть? Вот не хотели бы вы напасть на Россию, ничего бы этого не было. Ты ему объясняешь, боже, ты идиот, наверное. То есть Украина небольшая относительно страна, ну по европейским меркам большая, но по меркам России небольшая, безъядерная. Она как хотела нападать на Россию? Зачем хотела? Вот у них этих ответов, когда глубже начинаешь копать, на второй уровень, у них этих ответов нет. Но базовая пропаганда, она не подразумевает уходить туда, на второй уровень. Сразу тебя начинают накидывать, а 8 лет, а дети Донбасса, горловская Мадонна, и все-все вот это, шаблонные клише, мальчики в трусиках, и понесло. Поэтому пропагандой они очень неплохо зазомбировали своих, ну своих россиян этих. И элемент, когда включается вот этот вот массовый психоз, он очень четко сейчас заметен. Потому что вы можете с россиянами, ну есть там, например, неглупые люди, вы можете на любые темы, кроме войны, разговаривать, он будет казаться, что это умный, образованный человек. Но как только вы скажете волшебное слово «Крым», «Донбасс», все перед вами порождение массового психоза, он начинает орать с пеной у рта. Зачем вы 8 лет бомбили, и дальше пошло-поехало. Окей, а кто является целевой аудиторией тех заявлений, которые звучат из уст постоянного представителя России при ООН? Сейчас просто озвучу то мнение, которое представил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он на заседании Совбеза ООН сказал следующее. Отвечая на обвинения российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны, сказал, что Москва, чтобы казаться убедительной, заворачивает ложь в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры. Все это должно придать фейкам вид фактов. Ну, во-первых, для кого вот эти вот фейки озвучиваются на заседании Совбеза ООН? Кто должен услышать эту информацию? Кто должен поверить той лжи, которая доносится от представителей России? А на самом деле потребителей у этой лжи не так мало, как нам хотелось бы и как нам кажется. Как минимум, те страны, которые в ООН голосуют или воздерживаются периодически, в том числе и страны африканские, то есть для них заворачивается это в такую же вот обертку, о чем говорил Кислица. То есть это тоже элемент пропаганды. Например, когда Небензя говорит про вот этих комаров, чтобы это все выглядело правдоподобно, ну, понятно, что вот эти комары, которые там славян хотят славянскую кровь отравлять, это полнейший бред, но для того, чтобы это выглядело правдоподобно, что нужно сделать? Берете, значит, фразу про комаров и говорите, вот эти комары, они загружаются в контейнер вот таких-то технических параметров, несет их в беспилотник, и вы начинаете долго и нудно перечислять параметры беспилотника. Это правда, параметры же это правда. В итоге вы подмешиваете вот эту небольшую ложь про комаров в абсолютно реальные технические параметры объекта, который должен их нести. И вот так она получается какая-то полуправда. То есть вот про это говорил Кислица, когда вы присыпаете, щедро приправляете, значит, техническими терминами, правдивыми абсолютно, и когда вы применяете такой прием, как большая ложь, это тоже, кстати, гембельсовский прием, то есть ложь настолько чудовищная, что вам кажется, да нельзя такое придумать. Ну как это, придумать про комаров убить славян, это что такое? Ну, возможно, это правда. То есть вот эта чудовищная ложь, она вас сначала в какой-то шок повергает, и дальше вы тепленькими бронсбойт пропагандой вас обрабатывают. Поэтому да, они применяют это. И слушатели, помимо внутренней аудитории, это и какие-то потенциальные союзники, это и, знаете, есть даже партнеры по ОДКБ, которые понимают, что не бензия, а абсолютную чушь несет, но когда они встречаются, они не могут сказать в глаза, что вы там ересь на совбезе ООН говорите. И россияне говорят, смотрите, это же дипломатия, вот бумаги, вот как Лукашенко, я вам карту покажу сейчас, он же сам верит в это, что на него там НАТО собирается напасть, Польша напасть на него собирается. То есть они верят в это, и они тыкают друг к другу вот эти бумажки. Партнеры по ОДКБ делают вид, что они верят в это, ну потому что это дипломатия, всем все нужно друг от друга. Вот и все. То есть целевых аудиторий, кстати, там достаточное количество. Да, уж действительно, правда, дипломатия сейчас тоже меняется, и на это обращают внимание многие комментаторы. Есть еще один момент, который хотели бы с вами обсудить. Это предложение Киева по формуле мира, которое было озвучено, неоднократно озвучивалось и так далее. Как вы считаете, насколько это предложение является воплотимым в жизнь? И на каком этапе, что должно произойти, чтобы Россия поняла, что пора принимать эти условия, предложенные Киевом? Я вам скажу так, Россия никогда не примет условия, предложенные Киевом полностью, потому что Россия так никогда не делает. Россия максимум, что примет, это какое-то компромиссное решение, которое она выдаст за свою победу и так далее. Там есть очень много краеугольных камней, например, Крым, да? То есть вот что с ним делать? Сложно сказать. У нас уже все и военное, и политическое руководство высказало, что мы весной подойдем к границам Крыма или зайдем туда даже. И что, мы остановимся и скажем, ну все, Россиюшка, садись за стол переговоров. Нет, не остановимся. Поэтому для России сейчас наступает очень сложное время, точнее для российского руководства. Им уже сейчас нужно подумать, как выйти и как поражение представить в качестве хоть какой-либо победы. То есть чтобы поражение представило в качестве хоть какой-либо победы, ну и должен быть какой-то результат, который можно потрогать руками. В 2014 году это был Крым, который они уперли у нас, да? И вот его можно потрогать руками. Путин же вот недавно на вот этом саммите, похихикивая, заявил, что новые территории, это же тоже существенный результат. И вот так он похихикивал, как гопник, отжавший мобилу какую-то, да? Поэтому я думаю, что для Путина это вот результат, это украденная земля. Он же еще сказал, Азовское море стало прямо внутренним российским морем. Смотрите, какой результат. То есть он сбросил все маски и сказал, какая там деноцификация, какая там демилитаризация. Вот, я землю украл, смотрите, вот с этим я войду в историю. Пишите в учебнике новую главу. Путин собрал новые земли. Какой молодец. Поэтому, если мы лишим его этого приза, вот этого вот, значит, того, что можно потрогать руками, а отберем обратно наши территории, с чем он будет выходить к россиянам, что он выдаст за победу? То, что мы попугали украинцев, и они теперь в НАТО не вступят или что? Поэтому я думаю, что здесь мирный план, конечно, хорошо, даже если он будет согласован с нашими европейскими и американскими партнерами. Но у меня есть ощущение, что мирный план для России – это лишь возможность взять небольшую передышку, понимая, что они проигрывают, перевооружиться, сделать работу над ошибками, перестроить экономику на военные рельсы, включить тотальную пропаганду репрессий, вернуть смертную казнь, ну так, чтобы окончательно стать режимом таким. И дальше снова пойти и пытаться отжать только, может, не такую большую страну, как Украина, а какую-то поменьше. Могут повторить 2008 год, могут на Армению глянуть, на Казахстан, навряд ли там Китай. Ну, то есть, есть у меня ощущение, что Путин никогда не остановится, пока его ногами не вынесут из Кремля, и никогда не перестанет пытаться посягать на чужую свободу и чужие земли. Борис, спасибо большое за комментарии, спасибо за участие в нашем эфире. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, был с нами на прямой связи.